Ну да, все не очень-то и верят, да, но подписалась. Те они такие, боже мой, какое классное издательство. Они нам помогли поспать лишние два часа. Прям очень классно. Если не хочется совсем простой кофейни, то слушайте посложнее тысячелетнего мальчика. Из детских книг. Если не хочется простой взрослой литературы, слушайте слушать детскую. Всем привет, с вами книжная заправка, и здесь мы обсуждаем насущные темы рынка аудиокниг, последние новинки и как топливо подбрасываем вам будущие эксклюзивы. С нами в эфире сегодня ведущая Юля, дипломированный литературный блогер в аудитории, которая более 10 тысяч в Инстаграме, очень эмоционально рассказывает про любые вообще новинки и всегда знает, что можно почитать. Вероника, мастер продвижения аудиоконтента высшего левела. Она пальцем расскажет, разложит по новинкам и разговаривает с совершенно любого автора. Катя... На литературе важно учесть. На литературе. Екатерина, наш childbook-гуру, журналист. Периодически бывает и живет на планете детства, откуда и вещает нам о всех будущих дестселлеров. И меня зовут Настя. Я застряла где-то между бумажными книгами и цифровым контентом. Лучшей медитацией, считаю, вообще аудиокнига отборного качества. Тема нашего эфира сегодня – это наш первый подкаст, наш первый выпуск. Мы хотим немножко рассказать про наконец-то ушедший 2020 год, поделиться аудиокнигами и новинками, без которых и мимо которых пройти нельзя. Затронем тему, что же вышло сейчас, что же интересного в 2021-м на ваших полках должно стоять. И вообще просто поговорим о жизни, о том, кто что слушает, кто что любит слушать. И, в общем, рады приветствовать. Ставьте нам лайки, что обычно говорят. Отписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Отписывайтесь на канал, говорите, нажмите колокольчик. Месячно на рынке выходит более 100 аудиокниг, начиная от детской литературы, переизданий до экранизированных триллеров и того, что взорвет просто все эфиры. Для того, чтобы вы не пропустили ни одну из них, смогли подобрать что-то по своему вкусу, подходящее для будущей поездки на метро или в машине, мы собираемся в этом подкасте и разговариваем с вами, вещаем о том, что точно должно быть в вашем плейлисте. Наш первый выпуск мы хотим начать с новинок, наконец-то ушедшего 2020 года. И основной спрос во время, в период изоляции пандемии вырос к любым книгам по саморазвитию, по самой дисциплине, по всему, что можно сделать дома, не выходя из дома, за столом из картонки и бумажки, или как можно в свое время занять чем угодно, ничего при этом не делая. И в топ-3, как мы выяснили, вошли в такие книги, как «Думай медленно, решай быстро». Мне кажется, на изоляции это было как никогда актуально, когда у каждого огромный скоп рабочих дел, домашних дел, каких-то семейных бытовых вопросов. И я думаю, что эта книга была как никогда кстати. Она занимает первую позицию в этом топе. Вторая – это «Семь шагов стабильной самооценки». Меня, честно говоря, это очень повеселило, когда я увидела в рейтинге эту книгу, потому что если в начале пандемии, ну вот лично у меня был подъем энергии, я такая, буду делать все, и каждый день, у меня много времени на это, то где-то к концу мая мне очень понадобилась эта аудиокнига, чтобы мне самооценка пришла вообще в норму, и как-то оттуда выйти. И в нормальное состояние выйти. Хорошо, у всех был такой период, когда сначала все и активно, а потом в мае просто уже. Нет, этот мем, когда все начали покупать курсы, и потом поняли, что их еще нужно проходить, а не только купить. Издавать домашку. Недостаточно было. И третья книга, которая тоже меня очень удивила, это Людмила Петрановская. «Тайная опора, привязанная к жизни ребенка». Наверное, для тех, у кого есть дети, или младшие братья, младшие сестры, период пандемии, который вас всех там объединил, и вы вместе все существовали практически в одной комнате, кто-то в маленькой площади, кто-то в большой, и было, как никогда, наверное, кстати. Но почему эта книга занимает топ-3, честно говоря, я была очень удивлена. Мне казалось, что там, может быть, что-то будет про психотипы, или там «пиши быстро, сокращай медленно», что-то такое. Но нет, там топ-3 – это Днил Петрановская. Слушай, ну на самом деле, с учетом того, что был взрыв темы вот этой, как поделить с ребенком компьютер, чтобы он успел там заниматься на своих удаленных занятиях. А если типа у меня трое детей и один ноутбук, как жить вообще в этих условиях, то, наверное, и тема детства, в принципе, вот этого взаимодействия, да, какого-то взаимосвязя, она тоже, видимо, стала актуальной. Ну, кстати говоря, кроме саморазвития, ну это тоже как подпункт саморазвития, но мы выделяем в отдельную категорию, когда мы все оказались дома, очень многие увлеклись эзотерикой, конечно. Да, 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 гадания по кофейной гудочи, звезды. Ну нет, это не обязательно гадания. Ну даже сейчас, причем актуально. Да, сила подсознания, подсознание может все, это все осталось, вот мне кажется, это держится реально целый год. Я, конечно, не уверена, что это было как-то неактуально до этого момента, до пандемии, да, возможно, там была аудитория, но почему-то, мне кажется, именно после начала вот этого ковидного, ковидной эпохи, люди действительно начали больше интересоваться эзотерикой, подсознанием и какими-то силами потусторонними, в общем-то. И сейчас это, мне кажется, только набирает обороты, и люди продолжают, продолжают, продолжают интересоваться, копаться. Да, на самом деле, тоже видела много, что знакомые даже сейчас берут эти курсы там какие-то по матрицам, по эзотерике, и также читают все книги. И вообще, мне кажется, какой-то тренд уже пандемии задала, что направление меняется, и сериалы те же вышли просто на первое место, также и книги с определенной тематикой. Ну, я, кстати, стала замечать у блогеров, которые такие, типа, рациональные, распишите все по полочкам, разложите, взвесьте за и против, там, занимайтесь спортом три раза в неделю, вот это все, и выкладывайте, типа, кстати, я тут каждую неделю читаю гороскоп от моей подруги, конечно, не то, чтобы очень верю, но советую подписаться, очень интересно это прочитать, посетра в понедельник, и я такая сижу, типа, что? Ну да, все не очень-то и верят, да, но подписалась. Помимо саморазвития, самодисциплины, эзотерики, людей очень интересовало, что же будет дальше, куда движется мир, как будем жить после пандемии, закончится ли это когда-нибудь, и здесь на помощь многим пришла совершенно потрясающая книга, роман «Антиутопия всех времен и народов», это Орелу, 1984, кстати говоря, он вышел с плясозвучки Юрия Музыченко в декабре месяце, и его голос, тембр, музыкальное сопровождение как-никак просто подходит, мне кажется, к этой невероятной фиге. Следом... Я хочу сказать... Подожди, я ставлю. Вообще, на самом деле, антиутопии, постапокалипсис, это как раз прям стал такой тренд во время и после пандемии весь этот год, и Орелс, 1984, он еще долго сейчас будет в фаворитах, потому что с 2021 года он стал общенародным достоянием, вся его литература, да, и теперь его активно передают, и о нем активно говорят, его активно читают. Ну, и, конечно, тема стилитарного режима, и то, что он написал, это как никогда актуально на все времена. Меня, кстати, немножко смешит то, что, мне кажется, читать антиутопии в ситуации, в принципе, напоминающие антиутопию немножко, когда там пустые улицы, метро и прочее, это напоминает людей, которые, знаете, читают в самолете про авиакатастрофы, которые сидят и молятся перед посадкой, господи, хоть бы мы сели, они же падают. Ассоциации реально как-то такие. Люди вроде бы в этом находятся, живут, и про это читают, как будто этого мало. Дополняет реальность. Но, кстати, я тоже долго не поддавалась, но потом в конце года все-таки я решила сама прочитать постапокалипсис и погрузилась в противостояние Хинга. Но меня это приятно удивило, потому что первое издание было в 1978 году, то есть там, ну, реально ты читаешь, и у тебя мурашки, потому что эти ощущения схожи с тем, что происходит сейчас. Думаешь, ну, как ты мог это все видеть? Там такое же было массовое распространение, даже, причем, симптомы такие же, ну, практически, как были у нас. Катя, расскажи, по детской было. По детской, на самом деле, супер какого-то склада не было, потому что как раз-таки ситуация одного компьютера и трех детей, когда нужно развить всех и никого не забыть, поэтому детская, на самом деле, практически не просела. У нас был жуткий вообще интерес ко всяким активностям. Мы начали делать квесты по книгам, которые родители могли сам там разрезать, распечатать, разложить по квартире, и ребенка бы это на час заняло. Мы стали делать квизы, в общем, всякие такие онлайн-штуки, и я смотрела, что тоже очень многие блогеры стали делать такие огромные файлы на 600 страниц, типа распечатать, и у вас там будет задание для ребенка на каждый день, такие штуки, потому что вообще родители, если бы по комментариям, они сели дома, и они вообще не понимали, что делать с детьми, потому что, типа, няне не могут приехать, садик не работает, в школу не отправишь, друзьям не выгонишь, и вообще, что делать непонятно. Поэтому, да, но приходилось, конечно, находить какие-то идеи, просто чтобы еще дать родителям паузу, выдох, но те, они такие, боже мой, какое классное издательство, они нам помогли поспать лишние два часа, это же так круто. Поэтому, да. Меня еще удивило, что у нас, получается, в топ-3, это какое-то саморазвитие, что-то около того, следом идет «Антиутопия», достаточно серьезный, глубокий, осмысленный роман. Сразу после идут две книги, которые не совсем про период пандемии, или там про какие-то события, связанные с этим временем, или с катастрофами, или что-то еще. Первая – это одиночество, а вторая – это «Зулюха открывает глаза». То есть ни в одной, ни во второй книге нет совершенно ничего точно абсолютно про то, как пережить изоляцию, к примеру, дома с ребенком, но при этом они достаточно были популярны, люди покупали, слушали, и очень были вовлечены. «Зулюха открывает глаза», как мне кажется, было связано, конечно же, с сериалом. С сериалом. И, да, с абсолютно классной шумихой, на самом деле, вокруг сериала. А вот «Сто лет одиночества» вопрос. Что делает в топах «Сто лет одиночества»? На самом деле, такая достаточно депрессивная книга, она может погрузить в такие дулости. Мне кажется, можно и то, и то, и то, и то. Рисковно. Постараться привязать к поднимению, типа «Сто лет одиночества, я запер дома, я один не могу выйти, а вдруг это продлится сто лет». Может быть. Дай-ка попробуй на себе, да? Сто лет, запрыс на сто лет. «Зулюха», мне, кстати, кажется, наверное, достаточно логичной даже в отрыве от сериала, хотя понятно, что, наверное, из-за него был в основной бум, но, по сути, во-первых, книга сама по себе ожидается, как, наверное, что-то сложное и реалистичное, и в будни, возможно, не все просто до нее доходили. А во-вторых, по факту, это же тоже, ну, не изоляция в доме, но в какой-то мере изоляция от общества, когда людей перекидывали из одной точки совершенно другую, незнакомую, не уютную, некомфортную, мягко говоря, не уютную, да? Вот, поэтому, наверное, может быть, тоже как-то это люди связали друг с другом. Ну, можно понимать, говоря, возможно. И, кстати, в тему, в тему о Зулихе надо сказать, что через несколько дней выходит эшелон из Самарканд. Не стоит забывать. Все ждут там миллионы предзаказов, люди просто ожидают как ничего другое. У Гузелья и Кузелья вообще феномен нашей современности. Ее любят, мне кажется, люди разного возраста. Она всем нравится, и она такая разная в своих книгах. Я тоже очень люблю этого автора. Вот. Как раз сейчас будет книжная выставка, будет и презентация ее книги, и встречи. Тоже очень хочу попасть. Мы когда писали в воскресенье, по-моему. с чтецом, который озвучивал эту книгу, прочитал, это Иван Литвинов. Он сказал две хорошие вещи. первое, это то, что современная литература, хорошая современная литература, это та, которая в будущем станет классикой. И, конечно же, мы все прочисляем Гузель Яхину к, скажем так, если она не возглавит список будущих классиков, то как минимум будет топ-3. А второе, это личное его мнение, у нас есть этот подкаст, мы можно прослушать. он сказал, что для него и существует в России три автора, как же он сказал, мужа, с задатками мужского характера. И вот, как и странно, одна из них, это была Гузель Яхина, там двое мужчин, и как бы Гузель Яхина. Вот, кстати, я согласна с Юлей по поводу того, что Литвинов очень хороший чтец. У него на самом деле уже около, ну, точно более 300 книг, которые он озвучил. Мне кажется, даже 400 уже на Литрес. Да. И причем у него есть такие чтецы, которые озвучивают определенный жанр. Он озвучивает вообще огромное количество жанров. Это там, начиная от Янга Далта какого-нибудь Гоглоева до Пелевина. В общем, у него очень много авторов. И действительно рекомендую послушать хотя бы одну книгу. И потом уже, потом уже даже специально бывает еще. То есть по чтецу посмотрю уже, что он озвучивал, чтобы выбрать потом, что читать. Потому что тоже важно иногда настолько проникав всей интонацией, голосом, что хочется и все другие послушать книги, именно как он озвучивает. Очень хороший чтец. Начать А про Гузель-Яхину я тоже хочу сказать, что когда меня тоже спрашивают, то есть мы обсуждаем, конечно же, такие темы, кого мы видим будущими классиками, я тоже всегда, как бы, она у меня в списке лидеров, наших русскоязычных авторов. Ну, в принципе, я считаю, что вполне да, почему нет, потому что она реально автор для разного поколения, автор вне времени. И чем еще хороши книги, которые носят такой исторический подтекст, извиняюсь, но уж не кухо, чем еще хороши книги, которые носят такой подтекст, когда ты читаешь такие романы, то плюс всегда хочется еще что-то узнать про этот период, ну, по крайней мере, у меня так, и я потом начинаю еще изучать этот период, и, как бы, естественно, еще подкрепляя свои знания какими-то там историческими фактами, вещами, и расширять кругозор, то есть ты получаешь удовольствие как от художественного произведения, а также и расширяешь свое, свои знания, свое восприятие. Да, абсолютно точно. Мне тоже хочется сразу узнать, и если не продолжить читать художественную литературу, то так, пойду посмотрю, что там было еще. Мне очень нужно знать, не хватает, и это такие книги, они зарождают безумный интерес вообще к жизни, тебе хочется что-то подпитываться, подпитываться, ты каким-то голодным становишься до ужаса, голодным, и начинаешь сразу все это как губка впитывать, 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 и это очень классно, потому что ты можешь поддержать диалог с любым человеком, у тебя расширяется круг интересов в целом, ты можешь поговорить, подискутировать, или там сам по себе подумать, это круто, невероятно. помимо тяжелой осмысленной литературы выходили и интересные, увлекательные, приключенческие, где-то можно сказать, околоигровые фэнтези, и в декабре в полках Литреса на рынке появился «Ведьмак», «Последнее желание», и озвучил эту аудиокнигу тот самый Геральт из Ливии, на что прекрасно все вот кузнецов. Следом за этой книгой маленький спойлер, пишется уже вторая часть, и я очень надеюсь, что в ближайшее время к выходу этого подкаста или, может быть, второй части нашего подкаста, второго выпуска, мы уже сможем презентовать следующую часть «Ведьмака» как новую и супердоковую новинку, в 2021 году. Тоже все Влады Кузнецов будет озвучивать. Да. Потрясающе. Я как раз хотела спросить, думаю, почему же только первая часть, что я уже сейчас шестую слушаю. А ты не одна на самом деле, Юль, спрашиваешь, потому что там все спрашивают, все фанаты «Ведьмака» собрались в этих отзывах под озвучкой все Влады Кузнецов и требуют вторую часть. Требуют, требуют, и требуют. Я подписываюсь, я тоже требую. Меня удивляет, насколько это крутое и большое комьюнити. Игра вышла в очень далеком году бородатом, но до сих пор люди помнят, люди, им нравится, они это слушают. Среди моих знакомых, у меня достаточно большое количество людей, которые помнят, «Да, это был Ходельцов, я такая, откуда вы знаете это?» Но они помнят, они очень трепетно к этому относятся, и для них действительно важно, чтобы все книги этого цикла были озвучены именно Геральтом, именно тем Геральтом, с которым они, может быть, где-то росли, переживали какие-то свои внутренние эмоциональные переживания. И это какой-то феномен сумасшедший, как игра переплетается с книгой, с чтецом, с героем, подпитывается все это сериалом, и вот этот огромный такой классный феномен, большой продукт. Слушай, ну надо сказать, что все вот Кузнецов просто сам по себе гениальный актер дубляжа и чтец, потому что я свое знакомство с ним начала не с Ведьмака, а с продавца обуви вообще. И тот человек, да, тот человек, который слушал со мной эту аудиокнигу, он, это была для него первая аудиокнига, которую он слушал, и он сказал, все, если я буду дальше слушать книги, то это только озвучки Всеволода Кузнецова и никого больше. Так что здесь еще необязательно дело в Ведьмаке, потому что Кузнецов действительно просто потрясающе озвучивает книги. Предлагаю плавно перейти к тому, что у нас вышло на данный момент. Сегодня у нас март, и прошло, практически прошло три месяца с начала этого года, и насколько меня это удивляет, есть уже порядка 10-15 очень классных топовых аудиокниг и бестселлеров, которые тянутся с января месяца, но я предлагаю поговорить о самых значимых, это сейчас Ричард Докинс, эгоистичный ген, выходит в просто не какие-то сумасшедшие, сумасшедший уровень продаж, сумасшедший уровень заинтересованности людей, и мне кажется, это может быть связано как раз с тем, что в период пандемии людям нужно было что-то узнавать, и они не всегда могли разобраться, насколько этот контент полезный, насколько это качественный контент, а сейчас они приходят к тому, что им нужно и хочется получать информацию, мало то, что дозированную, так еще и правильную информацию, и здесь Докинс, конечно, как-то, кстати, эгоистичный ген, совершенно потрясающая книга, поэтому уже она участвует в проекте совместно со Всенаукой издательства ИСТ. В чем смысл проекта? Это бесплатный доступ к научно-популярным книгам, которые рассказывают о нас с вами, о людях, о планете, о космосе, о том, как устроен наш мир, и эгоистичный ген входит в список книг, доступных бесплатно к прочтению, но дело в том, что в аудиоверсии и в аудиоформате как-то проще запоминается, наверное, информация, потому что я пробовала читать в электронном формате, и вот сейчас, когда я начала это слушать, я понимаю, что я как будто оказалась в каком-то вакууме, и вокруг меня как 4D, 5D, 3D показывает, как все это происходит, и это очень круто. Опять же, спасибо диктору, спасибо читателю, который настолько глубоко погружает нас в эту историю, и слушали вы эту книгу, читали вы ее, знакомили вообще с творчеством Докинза, и кто-нибудь из вас вообще любит науч-коп так же, как люблю его я, например. Я его люблю, я вообще по образованию эколог, уже в открытии дня, вот, но при этом, кстати, я хочу сказать про эгоистичный ген в том ключе, потому что, несмотря на то, что я вроде как учила гены и всю эту вещь, для меня это остается сложной темой, и поэтому я в ней не работаю, как можно понять, наверное, но у Докинза, у него такой очень историчный подход в плане не истории как науки, а в плане истории как сказки, и он это так прикольно описывает, то есть он начинает примеры с того, что есть животные эгоисты, а есть животные альтруисты, и он такой, вот чайка, она эгоист, а вот пчела, она альтруист, и это так забавно, и ты сидишь, и думаешь, блин, а ведь действительно, а ведь это правда, и потом, когда он переключается там на мемологию, кстати, ген, он ведь как мем, типа, ну, и у него какие-то такие интересные сравнения, и ты начинаешь читать это и думать, блин, правда, мем, он ведь тоже как-то выдергивает самые значимые вещи культуры, так же, как и ген там самые значимые вещи эволюции, и вот в этом плане это воспринимается очень легко, наверное, поэтому у него такая популярность, то есть над ним не нужно прям думать и так, ага, геном человека зародился тогда-то, тогда-то, нет, он типа, чувак, пчела это альтруист, поверь мне, и поэтому, наверное, это всем так и нравится. Мне кажется, вот именно так и нужно преподавать вообще и в школах, и в институтах, и если не делать, не брать это прям за основу основу, потому что все-таки наука достаточно сложная, и недостаточно сравнить пчелу и чайку, но поверхностную информацию дать как бы как вводную часть, чтобы ребенок или студент заинтересовался, и ему захотелось это изучать, это прекрасный подход, я считаю, совершенно точно. Что касается первой книги, девушки, как вам? Есть что сказать, добавить? Если честно, я не читала и не слушала эгоистичный ген, могу сказать, что пока интерес к аудиокниге не достиг того интереса, который был к электронке, мне кажется, просто еще не прошло так много времени, он же вышел недавно в аудио. Да, важно сказать, что для тех, кто служит аудиокниге, новинки, они немного не так работают, как и с остальными книгами, то есть книга не обязательно новая, но она считается новинкой в аудио. Вот так произошло с эгоистичным геном. Мне кажется, он еще завоюет свой интерес, потому что пока именно в аудиоформате я не замечаю такого взрыва, хотя действительно, согласно с Катей, судя по описанию, по аннотации, преподносится все в очень простом, интересном ключе. Я читала много про его мимологию, кажется, так он это называется. Это очень интересно всем советую прочитать информацию про то, как он классифицирует науками мимологии. Очень увлекательно. Но я пока не слушала и не читала. Тогда предлагаю передвиг следующие новинки. Как правильно сказала Вероника, на аудиорынке, к сожалению, так устоялось и сложилось, что в новинке это не всегда книга, которая только была написана или издана, или может быть даже еще и не выпущена на бумаге. Это случается, но это большая редкость и сильный большой эксклюзив. Такая же ситуация произошла с Вячеславом Праховым и его потрясающим сборником «Кофейня», которую и в бумаге, и в электронке читатели узнали давным-давно, но в аудиоформате она у нас появилась только сейчас. Тем не менее, это не делает эту книгу недостойной нашего внимания, потому что классно подобранный чтец, просто невероятно поставленный тембр голоса и это совпадение по герою главному. Лично у меня он нарисовал картинку. Сначала я отрицала эту книгу, я отрицала именно аудиоформат, потому что все-таки это диалог между двумя людьми, и не всегда чтец может передать и женщину ее мысли, и мужчину, и его мысли, потому что все-таки это разный пол. Но здесь изначально я слушала, 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 а здесь, кажется, женский диалог. Потом в какой-то момент я перестала думать об этом, и я просто погрузилась в эту кофейню, в историю, как они сидели, как она называет его Парижем, а тут не Париж, а почему Париж, почему Роза. Все ссылки и вообще все-все-все, что мы сейчас обсуждаем, мы дадим в описании к этому видео, чтобы вы могли посмотреть, послушать сэмплы и определиться и выбрать что-то для себя. И, кстати, мы дадим еще промокод. Об этом скажем в самом конце, в самом конце информация на самое самое. А можно пять раз так напоминать периодически, чтобы точно. От положительных моментов и положительных книг, прямо скажем, потому что и эгоистичный ген, и кофейня, это достаточно положительные книги, интересные, развлекательные в какой-то степени и познавательные. Переходим к исключительно познавательной книге Леонид Парфенов, знаменитый, известный, всем посвятили передачу «Намедни». Сейчас эта передача у него выходит уже в формате онлайн на его YouTube-канале. И называется она уже не «Намедни», а «Намдни». «Намедни» рассказал, почему он не стал ее озвучивать. И, честно говоря, когда я начала слушать эту книгу, я сначала была дико недовольна тем, что как так, читает мне автор. Ты рассказываешь про семью, здесь пишется про историческое событие, которое хотелось узнать, докопаться. Здесь точно должен быть голос автора и человека, который написал эту книгу. Но где-то приблизительно к середине, когда уже прошел этот «Тюрк», уже прошли волнения, гонения и все. И с ним я поняла, что в целом голос меня устраивает. Меня устраивает, как это доносится. И это получается, как не автор рассказывает от первого лица, а именно со стороны. Вот мы в самом начале затронули эту тему, что бывает три типа такого погружения. И меня здесь вполне устроило, что мне со стороны вещали о происходящем и как в семье Леонида Парфенова и в целом в тот период и в те вот исторические моменты. Кстати, это самый доступный формат этой книги в ценовой категории, а со скидкой и промокодом «Литрес» это будет вдвойне приятным доносом. Я, кстати, конкретно на эту книгу еще не добралась, но я в целом очень люблю Парфенова. И из книг я начала с его тома про 90-е, потому что это, в принципе, моя любимая, мне кажется, эпоха. И я просто схожу с ума от того, как он умудряется выбирать вот эти вот мелкие детали. То есть он мне говорит столько там типа «Война шла с 1 апреля по 1 апреля такого-то года, погибло столько-то, выжило столько-то, экономические последствия были такие-то». Нет, мне вот нравится именно его подбор предметов, его подбор касательно 90-х, это даже там фильмы, музыка, в общем, то, чем жили люди. И ты действительно проникаешься в плане каких-то более новых лет и ты сидишь и думаешь «Блин, действительно, там у него новые на Медди вышли, которые уже десятые, это же было всего 5 лет назад, а он уже об этом снимает фильмы, это какая-то наша история, это войдет в книги». То есть то, что он снимает и говорит про 30-е, про 20-е, про 40-е, это значит тоже быть людей, и это так прикольно представить. Поэтому я, в принципе, глотаю вообще абсолютно все, что он производит, книги, фильмы, выступления, интервью, потому что вот этот взаград совершенно другой. И мне кажется, я так даже могу сходу вспомнить, кто еще делает что-то подобное именно в плане детального представления нашего прошлого, своего прошлого, нашего прошлого, мирового, какого-то прошлого, что альтернативы даже нет. За Игорь, то есть вот чем? Ну, за Игорь, за Игорь он берет именно вот как бы пласт исторический. Мне кажется, вот я недоосилила до сих пор его империю должно умереть, потому что у меня бумажная книга, и тяжело, так сказать, с собой, но я прочитала больше половины и прочитала все остальные его книги, и у него вот именно пласт, люди, то есть и в «Война и Ниф» он пишет больше про людей, про их взаимодействие, но не про предметы, то есть ты получается составить эту картинку, типа, если я живу в сороковые, то что у меня будет стоять на столе, там, что я буду слышать по радио, и о чем же я там в сорок шестом году буду больше всего говорить со своими друзьями, то есть вот в каком-то таком ключе это прям интересно представить. И это полезно, потому что со временем у нас протекляет вся школьная программа в целом, каждому из нас полезно возвращаться в тот период, узнавать чуть больше, вспоминать то, что было упущено, чтобы опять же поддержать диалог, и к тебе мог подойти любой человек, или твой брат, или сестра, и спросить, а что, как, почему, а ты мог ответить. Я с тобой согласна, потому что я хотела сказать, что в основном я как раз читаю больше художественную литературу, но благодаря аудиоформату я реально для себя поняла, что пробелов очень много, как ты сказал, что притупляется просто все, что там нам преподавали, все, что мы учили, обсуждали, если как бы не восполнять пробелы, тем более, все-таки это была одна информация, а сейчас можно ее дополнить, расширить, и вот как раз в аудиокнигах я поняла, что очень удобно слушать, особенно если там вот частями, либо по главам, это вообще потрясающий вариант, потому что ты действительно все это в голове воспроизведешь, у тебя там свой собственный фильм про каждое время, и это всегда знания, которые не будут лишними себя прокачать просто отлично, вот аудиоформат в этом плане просто супер, помощник. Я хочу сказать, что еще на Литресе вообще, в принципе, это единственная книга такая полноценная Леонида Парфенова, и я почему-то была уверена, что его известные книги у нас есть, но сейчас смотрю, и вот на Медлина Шейра 21.30 это единственная такая хорошая полноценная книга, и вообще, в принципе, наши слушатели рекомендуют ее. Я еще тоже не слушала, но вообще планирую. Очень-очень рекомендую. А, кстати, а что насчет Акунина? Есть его истории в аудио? Борис Акунин. Да, да, его истории есть, и ты вот как раз говоришь про историю российского государства, да? Ну да, у него же там много того, что ему... Да, да, есть, и скоро, скоро выходит новая часть, кстати говоря. Прям вот буквально в начале апреля выходит новая часть истории российского государства, так что мы очень ждем. Просвещаем. Потому что я, насколько я знаю, по крайней мере, бумаги, вот, ну, я когда спрашивала, да, мне рекомендовали именно его тоже как бы посмотреть. Вот если он есть в аудио, то это вообще... Это тоже, это must list. Срочно все ставим колокольчики на 1 апреля, чтобы не упустить, не пропустить новую книгу. Кажется не первого, но скоро, но еще просто надо учесть, что, по-моему, все части озвучивают Клюквин, но вы понимаете, тоже прослушать это одно удовольствие. Сплошной. Ну, все, ждем, потом будем обсуждать. Ну, окей. Есть еще одна новинка, она не совсем про, не про развитие, она не про события, она не про историю. Это Тысячелетний мальчик. Новая книга, или даже первая, да, по-моему, Катя, это же первая книга серии. Ну, она, по-моему, не первая в хронологии именно писателя Росо Фордона, но первая, которую мы издали на русском языке, в принципе, поэтому, да, это первая книга серии. Первая книга серии, я не знаю, как это даже описать, это какие-то невероятные чувства ты испытываешь, когда эту книгу слушаешь, и тоже у тебя диссонирует, что человек рассказывает взрослый, читает, человек читает взрослый эту книгу, но это про мальчика, но тоже не про совсем мальчика, потому что он живет не первые десятки лет на этой планете. И даже не сотнях. Даже не сотнях, да. Я думаю, что ты здесь лучше расскажешь про эту книгу, поделишься, и, может быть, есть три главные причины познакомиться с этой книгой, взять ее на вооружение, поставить на свою полку. На самом деле, причин, наверное, можно сказать больше, чем три. Если три выделить, первое, то, что это очень классная, мягкая, научная фантастика, которая реально для любого возраста, и хотя мы ее позиционируем, издаем вроде как детскую литературу, но у меня уже больше десятка отзывов, когда мне пишут родители, то, что действительно, привет, я купила своему сыну, своей дочке вот эту книгу, вторую книгу, третью книгу. Она, правда, пока что только читает первую, но я уже прочитала все остальные, они такие классные, когда следующие. И это вот, наверное, один из немногих случаев, когда пишут книгу для семейного чтения, это действительно так, потому что она понравится всем возрастам. Вторая причина в том, то, что Росо Эйлфорд, он сам огромный любитель фантастики, и судя по его интервью, и судя по его каким-то коротким там эссе и описаниям на сайте, он пересмотрел абсолютно все, и в книге он заложил очень много пасхалок, отсылок к «Доктору Кто», к «Назад в будущее», к «Звездным вратам», в общем, всему тому, что, мне кажется, почти все смотрели в детстве, либо слышали, либо хоть краем уха вообще касались этой темы. Вот. И третья тема из того, что выделить стоит, это, наверное, то, что все романы очень с собой достаточные, то есть это серия не связанная друг с другом на персонажей, каждый раз может погружаться в новую историю, но все они очень странные в хорошем смысле слова, то есть «Тысячелетний мальчик», да, «Что за мальчик, который живет тысячу лет?» Вторая книга, которую мы выпустили, это «Путешествие во времени с хомяком». Да. Что за путешествие, в которое ты отправляешься с хомяком? Есть у него книга, и мы очень надеемся и планируем ее тоже опубликовать. Она в моем косноязычном переводе называется «Что делать, если вы случайно стали невидимым?» И это тоже звучит как начало просто какого-то блокбастера детского, поэтому да. Я бы сказала даже. Да, да. Но при этом, кстати, кто ожидает от нее чего-то суперлегкого и просто почитать и прослечь, на самом деле, это не прокатит, потому что там внутри очень много философии, и я когда читала, вроде как я это прошла, я так не заметила, а когда я начала выбирать цитаты для какого-то продвижения, и я поняла, что он бросает фразы, типа, ну, кстати, вот раньше сжигали ведьмы, потому что они отличались, а сейчас, типа, если ты отличаешься с тобой, просто не будут говорить, но уже не сожгут. Ну, вот какие-то такие штуки совершенно шокирующие, наверное, даже когда ты читаешь это в отрыве от книги, поэтому это прям многогранная вещь. Я тоже тысячелетний мальчик начинала слушать. Я вообще коротко скажу, что я начала слушать тысячелетний мальчик, и что не совсем детская проза действительно для семейного чтения, и это книга, которую хочется слушать дальше, несмотря на то, что она детская. У меня прям точно такие же впечатления, на самом деле, для меня прям открытие. Я благодарна, наверное, мне кажется, нашему видеоподкасту, мне очень понравилось, и я сама теперь буду ждать продолжения, и вот самое главное, что вот отметили, это реально философский подтекст, почему она и достаточно такая взрослая для широкого круга, потому что там столько мыслей, когда вот ты слушаешь, вроде бы это какие-то приключенческие вещи, и такое фантастическое, но там реально очень много философских таких мыслей, и там, мне кажется, с каждого абзаца можно выделить какие-то цитаты, много о чем подумать, и это прям классная вещь. Мы когда цитаты выбирали как раз для продвижения этой аудиокниги, и мы читаем, смотрим, и вот это, может быть, вот это, а может быть, вот это, а может быть, вот это, и правда, настолько много, и они очень... Там прям кусками, да. Да, они очень влияют, и цельные, что ли, и все остаются на подкорке у тебя. Это прям очень классно. Если не хочется совсем простой кофейни, то слушайте посложнее тысячелетнего мальчика. Из детских книг. Если не хочется простой взрослой литературы, слушайте сложной детской. На самом деле, заметила мне сейчас, когда я читаю взрослые, я читаю месяц книги раньше, чем моя дочь, которой 11 лет, и там, на самом деле, очень много подтекста, и таких серьезных тем для размышления, но, наверное, для этого и пишется эта литература, что там как бы ребенок, подросток, он себя ассоциировал с героем, с тем, что там происходит, и поэтому вот эта шутка, в принципе, даже и не очень шутка, потому что есть легкая взрослая литература, и есть очень даже серьезная детская. Сейчас мы обсуждали детскую литературу, и несколько странно, конечно, теперь переходить к самой свежей новинке этого месяца, но мы не можем не затронуть эту тему, и это книга Кати Мартыновой «Исповедь узницы подземелья» «Исповедь узницы подземелья» Реальная история жертв скопинского маньяка, который держал двух девушек в рабстве четыре года подземелья у себя на участке. Этот человек спустя 17 лет вышел на свободу, произошло это 3 марта, и Катя Мартынова одна из жертв написала свою книгу давно, но в аудиоверсии, в аудиоформате она и выпустила сейчас. Это авторская озвучка, она от первого лица рассказывает, делится тем практически каждым днем, который она проживала в этом бункере. Очень сложно о ней говорить, о ней очень тяжело воспринимать, но автор ее писала, и когда она ее читала, когда она давала каждое свое интервью, она доносила мысль, что это стоит сделать, что это стоит прочитать, потому что от прошлого, она сказала в одном интервью, что от прошлого ты не убежать не сможешь, нет волшебной таблетки, которая память мою сотрет, и с этим нужно жить. Для меня вообще это большое не то чтобы открытие, я удивляюсь тому, то есть смелости автора, которая смогла не только написать, это изложить, но еще и озвучить самостоятельно. Мне кажется, для этого нужна большая смелость рассказать так открыто о своей истории, но ты права, Настя, мне кажется, об этом нужно говорить и нужно знать всем. И чтобы не заканчивать на грустной ноте и не заканчивать на событиях и пищи для ума настолько тяжелой, хочется сказать очень важную новость, как мне кажется, и для издательства, и для киноиндустрии, и для нашего прекрасного читателя, слушателя, любителя сериалов. Netflix выпустил трейлер сериала «Ценни кость» Ли Бардуга, основанная на книге Ли Бардуга. Вообще, автор занимает какую-то совершенно невероятную позицию в России, в жанре, наверное, закидают тапками темного фэнтези, но тем не менее. Но она не темная. Хорошо. Она занимает... Темноватая. Темноватая. Нескодар. Чуть-чуть на 50 оттенков светлее темного. Не темного, но не совсем светлой фэнтези в России. И практически все книги пользуются сумасшедшим спросом. Их читают, их слушают, их ставят на свои онлайн-полки, любуются вообще обложками, потому что они какие-то совершенно невероятные лично для меня. Они кажутся какими-то 3D-обложками, когда я смотрю в телефоне, думаю, боже мой, какая красота. И, ну, естественно, само событие, которое развивается. Мне кажется, сериал будет пользоваться таким же спросом, если не большим. Кто знаком с творчеством автора, если не знакомый, то очень рекомендую. Я так, чисто на поверхности слышала. Я знакома. Я читала тоже первую книгу, и мне кажется, это как раз-таки в продолжении темы «Тысячелетнего мальчика» это тот самый феномен, когда Янка Далт и книжки для подростков, и что вообще от нее можно ждать, там наверняка «Школа мальчик и любовь», но это настолько интересная и атмосферная вещь, может быть, она не настолько прям глубокая, все-таки там какой-то фэнтис такой более развлекательная, но она настолько атмосферная, что ты читаешь в будущем взрослым создательным человеком, там, перечитавшим «Мастера и Маргариту», вроде бы, да, но ты читаешь вот это вот детское и никому не нужное фэнтези и кайфуешь от этого, и вот это вот очень классно, и это реально синоним. Если ты не Кость читала. Да, 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 да. Я хочу теперь его срочно прослушать до выхода сериала, чтобы погрузиться и быть тем самым человеком, который говорит, ну, вообще, книга лучше, чем экранизация. Там на самом деле все вводится по-другому, потому что там же большая вселенная, получается, вселенная Гриша, я читала все книги Эли Барду, которые у нас переведены на русский язык, и я как раз читала, говорит, в этом году, хотя многие вышли еще раньше, и, наверное, являюсь одним из тех людей, который сподвиг людей, которые вообще, в принципе, не воспринимают фэнтези, но прочтение, вот у меня уже целая такая армия, маленькая своя история, которые люди как раз на меня подписались, из-за многих образов связанных с Барду Го, и когда я на него писала, то есть люди, которые вообще не читали, в принципе, фэнтези, они под Барду Го просто для них стал каким-то открытием. И почему стоит прочитать и посмотреть сериал, потому что есть первая трилогия, дебютная, как раз она вот такая самая, считается, лайтовая, она больше, так как даже немножко с уклоном в рум-фан, там много про любовную линию, любовный треугольник, это вот как раз трилогия Гриши, где вот первая книга Тени Кость, и очень хорошая озвучка, я потому что люблю совмещать, я то есть и читала в бумаге и слушала в аудио, ну и так, у меня было сопровождение, как было удобно там во времени и пространстве. И чем хорошо все это совместить, потому что сериал как раз будет не по первой трилогии, а сериал будет совмещать в себя первую трилогию Тени Кость и ее дальнейшие трилогии где Шестерка Воронов, то есть там будет какой-то сумасшедший микс, где они свернут вместе, свернут все эти события и покажут нам, так что это прям интересно будет даже. Мне даже к выходу еще раз захотелось перечитать сама или прослушать. Есть время познакомиться, класс. Да. Я хочу успеть это сделать. И она причем дальше активно пишет там про одного из героев, которых все полюбили, Николая, есть еще отдельно тоже диалоги. Первая книга написана, вторая, по-моему, уже вот-вот должна выйти, ее там тоже все ожидают. Ну, конечно, это прям уникальный автор. Не знаю, она как-то заново открыла жанр для многих. Ну да, и он не такие, как все. Это как бы тоже вот, да, молодежная аудитория, все это близко. Если там, не знаю, не такой, как все, изгоили, там у тебя есть какие-то свои отличительные черты, как они там выживают, борются, и предательство, интриги, в общем, скучать там не придется. Класс. Это просто целая рекламная кампания. Сейчас была бордура. Да. Отпреданного фанатки. Да, но меня очень удивило, что это действительно и как феномен прекрасно сюда подходит, и как человек, который заново открыл, изменил отношение к фэнтези и к ромфанту в том числе, потому что еще там года два назад этот жанр очень прочно ассоциировался с чем-то из уровня там дьявол с крыльями, влюбился в женщину из подземелья, и вот он забирает ее к себе куда-то, вот, ну, то есть вот какой-то несколько, даже около сказочной истории, ну, с жесткой сказкой, скажем прямо, до вот осознанной литературы. Мне кажется, Бардуга это про осознанность больше, но я хочу ее переслушать. И, конечно, ей удалось еще создать именно героев таких, что там даже второстепенные герои у многих читателей стали любимчиками, то есть там сумасшедшие какие-то арты рисуют, снимают бук, трейлеры за рубежом, что у нас там, то есть не то, что там вот он, она там и еще он, а там даже все второстепенные у нее настолько ярко прописаны, укажут там какие-то свои, если не знаю, юмор, особенности, внешние характеристики, что они прям прочно оседают в голове и что ты их вообще уже воспринимаешь, я не знаю, как будто ты все время знал этих персонажей, с ними ростом, из детства знаком. Класс. Это очень классная, мне кажется, такая запятая, многоточие к продолжению темы про Бардуга и обсуждение, что же будет дальше в следующем естественно аудиоформате, потому что там есть на чем поработать, как мне кажется. Наш подкаст подходит к концу, мы обсудили все, что произошло в прошлом году, коротко прошлись по незабываемым книгам и бестселлерам 2020-го, все ссылки, все описания, все, о чем мы сейчас говорили, все книги, которые мы перечисляли, они будут в описании к этому видео. Вероника, у тебя есть небольшой подарок для наших слушателей, поделись с нами. Мы хотим не только здесь обсуждать новинки, рассказывать о том, какие они прекрасны, для тех, кто смотрит этот подкаст, для тех, кто подписан на YouTube-канал, на котором выходит этот подкаст, мы дарим промокод на скидку 30% на все аудиокниги, которые существуют на сайте или трес. Так что пишите, воспользуйтесь, слушайте и делитесь в комментариях своими эмоциями. Да, и поделитесь еще в комментариях, какие книги в 2020 году на вас произвели самое большое впечатление и что уже сейчас стоит прочно на полочке, хочется вот-вот прослушать и, может быть, уже слушать и сейчас.